Добрый вечер, дорогие друзья! Это снова мы. У нас сегодня вторая встреча. И говорим мы о наших детках. Причем еще о очень маленьких детках. От трех до семи. В прошлый раз мы говорили с вами о питании. Как правильно выбрать питание. Куда нужно сходить и чем накормить ребенка. А сегодня мы говорим о движениях. Какие правильные движения нужно делать. И говорить будет об этом доктор Николай Васильевич Адоньев. И провокационные вопросы задавать будет мама двух маленьких дочек Виктория Петрова. Итак, поехали! Добрый день, уважаемые друзья! Добрый вечер! Итак, сегодня мы начинаем новую встречу. Николай Васильевич. Но прежде я хотела бы сделать несколько уточнений. Я хотела бы напомнить, что сегодня наша вторая встреча. А в прошлый раз мы говорили о питании. И если кто-то не присутствовал, но хочет нас услышать, пожалуйста, посмотрите на нашем канале. И еще я хотела бы вас попросить повнимательно ознакомиться с нашим сайтом. На нашем сайте вы можете вверху подписываться на социальные сети Николая Васильевича, присоединяться, добавляться в друзья, просматривать его видео, комментарии и так далее. Там очень много интересного. А также, чтобы наш разговор был содержательным и продуктивным, оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии. Это можно сделать внизу на нашем сайте. Вы заходите в такой раздел «Оставить комментарии». Авторизуйтесь, пожалуйста, двумя способами. Либо через соцсети, нажав на соответствующую иконку, либо анонимно, написав просто свое имя. Вы пишите комментарий и справа обязательно нажимаете после этого на кнопку «Комментировать», иначе ваш комментарий не будет опубликован. Итак, пишите комментарий, он может быть любой длины, никаких ограничений нет, и справа обязательно нажимаете на кнопку «Комментировать». После этого мы увидим то, что вы написали и с удовольствием ответим на ваши вопросы. Итак, я предлагаю начать нашу встречу и поговорить о движении. Тема наша называется «Движение к здоровью». Мне кажется, это незаслуженно забытая, ну, скажем, редко упоминаемая тема, потому что вот все говорят там про походы к врачу, там даже про питание, очень много информации. О продвижении, кроме там каких-то фитнесов, мы слышим очень мало. Стандартное такое. И мне кажется, очень важно эту тему поднять. Да, давайте поговорим о движении, потому что здесь есть некоторые нюансы, как я уже знаю. Очень глубокие и большие. Да, расскажите, пожалуйста, ваше видение этого вопроса, Николай Васильевич. Ну, я буду опираться, прежде всего, конечно, на научные данные и свой вполне приличный лечебный опыт. В этом году исполнилось 36 лет моей лечебной практики. И надо сказать, что вот эта тема движения, она очень близка мне, потому что, во-первых, ну, это, конечно, был далекий в прошлом веке, 91-й год, когда, к сожалению, у меня была тяжёлая травма позвоночника, в связи с этим пошло разрушение, межпозвонковые грыжи, и всё это, в общем-то, докатилось до такой парализации ног. И вот эта вот ситуация с позвоночником, как бы, была таким мощным фактором моей жизни, которая заставила во многом пересмотреть и личные какие-то вещи, и профессиональные. И надо сказать, что сфера движения, она, в принципе, делится на две большие части. Вот одна часть – это внешнее движение. Ну, то есть мы бегаем, наши дети, скажем, бегают, прыгают, кувыркаются. Всё это, как бы, внешнее движение, и надо сказать, что вот дети, они, если их специально не останавливать, вот эти все внешние движения, они происходят у них, как бы, по программе жизни. То есть они развиваются, и мышцы у них растут. Ну, да, конечно, хорошо, когда ребёнок ещё специализированно занимается в какой-то секции. Конечно, это хорошо. Это, как бы, улучшает и состояние физическое, улучшает здоровье. В то же время есть ещё и внутреннее движение. То есть что значит внутреннее движение? Да, не совсем понятно. Да, и вот эта вот проблема незнания внутренних движений организма. То есть реально каждый орган в нашем детском организме имеет мышцы. Вот и почки имеют мышцы, и сердце – это мышца, и печень, и кишечник, сосуды все. Все имеют мышцы, то есть все органы движутся. И надо сказать, что это вот внутреннее движение органов, оно жизненно важно. То есть оно в громадной степени именно определяет здоровье, здоровье человека, а не спортивные достижения. То есть здоровый может быть тот человек, у которого здоровы именно внутренние мышцы. Но сейчас всё направлено на внешние мышцы. Да, к сожалению, да. Вот это очень важный ответ. Да, к сожалению. Как бы такой упор делается на внешние, так сказать, факторы движения. Да. И это, конечно, хорошо. Но я хочу вот именно акцентировать внимание, что внутренние движения сосудов, сердца, кишечника, оно глобально именно определяет здоровье ребёнка. Но я вот приведу пример, например, да, пример. Есть такая красивая, правильная фраза «движение мысли». Ну так же? То есть реально, да, мысли у нас движутся, появляются, мы решаем какие-то проблемы. Точно так же ребёнок учится, осваивает информацию, новые привычки. Развивается. Да, развивается. Это всё, так сказать, связано именно с движением мысли. Но реально мозг, он уже должен получать, для того, чтобы работать, двигалась мысль, он должен получать питание и энергию. Каким образом? Кровью, только кровью. А вот движение крови в мозг обеспечивается с передней поверхности по шее, это две сонные артерии находятся. Они примерно 60% крови несут в мозг, но в то же время есть ещё и 40% крови поступает за счёт артерии, которые находятся в шейных позвонках. Внимание здесь, внимание. В шейных позвонках, в каждом позвонке, ну это 7 позвонков, то есть в 4 верхних шейных позвонках имеются отверстия с двух сторон, в каждом позвонке. И позвонки стоят вертикально друг на друге, то есть получается два костных канала. Заметьте, костные каналы, жёсткие. И вот в этих костных каналах находятся две артерии и две вены. И вот они именно несут артерии 40% крови, а вены обратно возвращают. То есть кровь приносит питание, энергию, мысль движется активно, ребёнок растёт. Чем больше крови, тем лучше кровообращение. Чем лучше кровообращение, тем лучше развивается ребёнок, осваивает информацию, хорошо учится, растёт прекрасно, здорово. Но вот проблема современных детей в том, что они очень много времени проводят в каком-то неправильном положении, долго. То есть сидят за компьютером, нагнувшись вот так, да? Да, мне кажется, это прям глобальная проблема. Очень плохо, да. Или там смотрят телевизор, как бы скособочившись как-то, да? То есть это тоже очень плохо. Почему? Потому что прежде всего, если длительно, ну часами ребёнок находится в таком положении, то шейные позвонки, они начинают смещаться в какую-то сторону, в какую-то. И это сдавливает прежде всего вены вот в этих костных каналах шейных позвонков. Потому что артерии, они мощные, и их сдавить очень трудно. А вены передавливаются очень быстро, и таким образом получается, что кровь нагнетается в мозг, а ток резко ухудшается, и происходит повышение внутричерепного давления. Отсюда начинаются какие-то проблемы. Да, проблемы, головные боли, нарушение, так сказать, усвоение информации. Сон, наверное, ухудшается. Конечно. Вот эта вот гипердвигательная активность какая-то неудержимая. Успокойся, успокойся. Или наоборот, есть дети, которые вялые такие. То есть проявлений их тысячи. Но это нарушение питания мозга. Отсюда глобально нарушается, в общем-то, вся жизнедеятельность организма. И, к сожалению, даже многие врачи не знают этих вот нюансов, очень важных для здоровья ребенка. И родители мучаются, ходят по врачам вот с этими бедными детьми, у которых постоянно болит голова, постоянно они как бы мучаются. Да, это знакомо многим. И лекарства всякие, всякие процедуры. Ничего не помогает. На самом деле, все очень просто. Любой родитель, просто внимательно относясь к этой проблеме, видит каждый родитель, что есть какие-то головные боли, есть плохое самочувствие, плохой сон. То есть понятно, что это какие-то проблемы именно с мозгом. То есть довольно просто можно сделать очень такие эффективные и в то же время простые упражнения, которые каждый родитель может делать дома со своим ребенком. И я прямо сейчас на вас покажу. То есть мы с вами просто разучим эти упражнения. А, скажем, родители посмотрят, бабушки, дедушки, родители и самостоятельно будут выполнять. И я хочу сказать по опыту, потому что такие дети, они постоянно ко мне приходят как к мануальному терапевту, потому что вот в связи с своей проблемой, которая у меня была, я где-то с 93-го года профессионально работаю как мануальный терапевт. Это вторая моя профессия. И я таких детей вижу огромное количество. И, к сожалению, количество детей со смещенными шейными позвонками и с нарушением мозгового кровообращения становится все больше. Но мне нравится вот ваша мысль о том, что не обязательно сразу же какие-то исследования или еще что-то делать. Ну, хотя, если это необходимо, да, можно там сходить к специалисту, но главная ответственность все-таки это на нас, родители, да? Дело в том, что здесь именно главная ответственность с родителями в том, что они могут сами решить эту проблему. Вот почему я говорю. Потому что она, в принципе, требует именно просто того, чтобы родитель занимался с ребенком, ну, скажем, систематически, ежедневно. И это однозначно решает проблему. Давайте вот мы сейчас с вами немножко отойдем в сторону. И я покажу именно конкретно, как нам... Сейчас, у нас... Как нам... Сейчас... Вы научите меня, я научу своих детей. Да, ну, нет, здесь неправильно. Вы будете вместе с ними заниматься. Конечно. Потому что научить детей можно. Ну, как бы, вы понимаете, ребенок, он сам делать не будет. Так, можем приступать. Так, все, мы готовы. Хорошо. Вот, становитесь точно так, как мы стоим. Я, вот, как бы, провожу занятия, а у ребенок напротив вас находится. Да. И ребенок. Да, вы ребенок. На шрине плеч ноги. Вы начинаете, вот, левая рука просто опущена свободно. Правой рукой обхватываете голову, захватываете левое ухо. И говорите ребенку, медленно тяни голову к правому плечу, чтобы у тебя было, у тебя было ощущение приятного растяжения. Есть такое. И вы считаете секунды вот таким способом. И раз, и два, и три, и четыре, до пятнадцати. Потом опустили, раз, опустили руку. Немножко отдохнули, несколько секунд. Левой рукой обхватываем голову и захватываем правое ухо. И точно так же, говорите ребенку, тянем голову к левому плечу, чтобы было приятное растяжение. А в лапе не спокойно. Да, да. Главное ему говорите, чтобы было приятное растяжение, не сильно. И точно так же, вы считаете до пятнадцати секунд. И раз, и два, и три, пятнадцать. И опустили руку. Немножко отдохнули, взяли руки в замок перед собой и положили на затылок. А теперь, точно так же, говорите ребенку, не наклоняя подбородок, а именно как бы, как жираф, вперед тяните шею, вперед голода. Семься, жираф. И считайте до пятнадцати. И раз, и два, и три, и четыре, и пятнадцать. Опустили руки. Пока шея длиннее. Да, и как бы в высотовой форме, конечно. Но здесь самое главное, на что вы должны обращать внимание, это ребенку говорить, и предупреждайте. Растяжение должно быть приятное. Ну да, чтобы... И то же время приятное, чтобы не сильно, приятное растяжение он должен чувствовать. И время очень важно. Вот вы контролируете время, то есть вы считаете до пятнадцати. Можно считать, научиться, кстати говоря. В том числе, да. И повторяете вот эти упражнения три раза. Три раза. Три раза, да. Не сложно совершать. И если, ну как бы, реально, вы будете делать это три-четыре раза в день, это гарантия, что ваш ребенок избавится от головных болей, от... Я уже чувствую, как вот здесь, как бы, что-то вытянут, а вот кровь. Да, да, да. Потому что это, прежде всего, именно нарушение мышечной мышцы, вот. И они потом эти мышцы смещают и потом... Можно спазм. Да, 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 да. Вот поэтому, да, поэтому здесь я уверен, что можно эту проблему решить самостоятельно. И нужно решать самостоятельно. Уважаемые друзья, мне кажется, эти упражнения очень легкие и простые. Конечно, это нужно взять в систему, да? Да. Нужно это сделать, как бы, обычным делом для всей семьи. Вообще можно всеми вместе делать, да? Ну, в принципе, да. Взрослым тоже это полезно. Все мощные, которые сидят за компьютерами. Да, у всех, ну, честно, будем честны, да? Да. То есть мы огромное количество времени проводим за компьютерами, телевизорами, там, сидим с этими телефонами. На одну сторону, да. Вот. И все это постепенно действительно разрушает позвонки в шее. И, надо сказать, у взрослых эта проблема очень часто. Я могу уверен, вот зрители, так сказать, они тоже вспомнят, вспомнишь, что какие-то головные боли, там, так называемая метеосвительность, когда на перемену погоды голова болит, скачки давления, там, всякие проблемы, связанные с плохим сном. Вот это все, так сказать. Я думаю, что это действительно многим знакомо. И здесь есть два пути. Либо идти к врачу, пропишите мне таблетки, уколы. У меня остеохондроз любят называть, да? Ну да, да. Либо просто взять в свои руки и начать что-то делать для себя и для своего ребенка. Я хочу сказать, что, уважаемые зрители, хочу сказать, что, к сожалению, в общем-то, здесь лекарственные препараты, они совершенно бессмысленны. Вот совершенно, да. То есть они могут просто какие-то симптомы снимать на время. Но это никогда не устранит причину и проблему не устранит. Поэтому однозначно существует всего лишь один способ. Это вот заниматься такой простой гимнастикой. Но если мы говорим о детях. Взрослых там по-другому, конечно. Но с ребенком... Да, сейчас нам важны дети. Да, у нас сегодняшняя тема – это дети в возрасте с 3 до 7 лет. Поэтому вот такой игровой форме... Но здесь очень важно сделать акцент, что именно у детей важно устранить причину. И это можно пока еще сделать. У взрослого, я думаю, там все сложнее. Очень сложнее. Поэтому давайте, пожалуйста, будем на это обращать внимание. Николай Васильевич, с этим мы разобрались, движение запомнили. Но мне уже становится интересно, какой следующий пример вы приведете, касающийся внутреннего движения? Да, я такие самые яркие примеры выбрал, конечно. А вот второй, наиболее частая проблема, с которой ко мне приходят и приводят детей – это нарушение дыхания. Да. Потому что, я могу 100% сказать, когда у ребенка очень длительные и частые простудные заболевания, которые долго тянутся... Ну, это очень много таких детей. К сожалению, да. Когда он такой бледненький, плохо кушает, слабенький... Вот таких детей тоже очень много. Очень много, я знаю. Вся эта проблема практически всегда вызвана именно нарушением полноценного дыхания. Потому что система самого дыхания основана на том, что легкие не работают. Вот наши легкие, они... Неоценно не работают. Нет, они вообще не работают. А, вы имеете в виду, что касается движения. Да, движения. Они движутся сами. А движения, именно легкие движутся, как бы заставляют двигаться. Это мышца, которая отделяет грудь от кишечника. Она так и называется грудо-брюшная преграда. Это самая большая мышца человеческого организма, самая мощная. Называется диафрагма. Да. Все ее знают, диафрагма. Вот. И, к сожалению, любые стрессовые ситуации, в общем-то, особенно у детей. Дети очень эмоциональны, отзывчивы. Поэтому вот и напряжения эмоциональные какие-то, ну, бывает, да, особенно сейчас, в нашем таком мире. Ну, во-первых, информации очень много, ее нужно переварить. Какие-то взаимоотношения и прочее. Да, да. Вот. Это факт доказанное научное, что любые эмоциональные напряжения, прежде всего отрицательные, конечно, вот, они блокируют движение диафрагмы, блокируют ее подвижность. Вот можно я свой пример приведу? Вот сегодня я точно заметила. Я три раза попала в стрессовую ситуацию, обратила на это внимание и поняла, что я не дышу. Ну, да, нехватка. Что в этот момент я вот так дыхание раз, и говорю себе, Вика, надо дышать. И сразу становится лучше. Ну, да, как бы вы вспоминаете. Вот, вот я чувствую, что мы в этом направлении с вами сейчас пойдем. А вот ребенок, он как бы, он же не осознает себя, и, скажем, он не может, вы включили сознание, и сознательно начали активно дышать. А вот ребенка, вообще... А у ребенка сознание практически не работает. Ну, конечно, он не скажет, что я не дышу. Он не понимает. А когда вот эта ограниченность движения возникает за счет того, что диафрагма не работает, то это приводит к дефициту кислорода. Да, я понимаю. И это глобально разрушает весь организм. Это очень плохо. И очень плохо на мозг. И на мозг. И вообще физическое развитие, и развитие всех органов. И легких в том числе. В том числе, да. Потому что они не движутся, скапливается слизь, и долгая инфекция находится, так сказать, в легких. И еще раз можно заболеть, и еще раз, да. Поэтому есть простое упражнение. Очень эффективное. Так вам пора подышать, смотрите. Да, правильно. Давайте мы отойдем на пространство. И сейчас будем учиться. Как, в общем-то, восстановить именно это упражнение целенаправленно, предназначено для восстановления подвижности и диафрагмы. Потому что дыхательных упражнений, в них много. Да, и кстати, очень много. И вот даже я как-то хотела, думаю, это выучил, но учу своих детей. Очень много. Поэтому давайте именно то, что для детей. Это да, целенаправленно именно. Я вам прям доверяю. Значит, вы ставите ноги на ширину плеч, руки спокойненько опущены. Значит, самое главное, здесь такое правило. Дышите только через нос. Так. Значит, и вы показываете ребенку. Делайте вдох только животом. Надуваете живот. Посмотрите на меня. Можно руку вот так положить. Вдох надули. Потом выдох, живот поджимаете к позвоночнику. Вдох животом. Значит, стараться надо, чтобы не быстрое было дыхание, а максимально большое. Ну, сколько-то счетов это проделать. Ну, лучше всего считать, как бы вдох-выдох, это одно упражнение. Делать далее минимум в 10 раз подряд. И потом где-то раза в 4 в день повторять. Мне кажется, вот есть разница, когда дышишь грудью. Конечно. Сначала надо как-то научиться животом. Да, надо учить, потому что, к сожалению, за счет блокады диафрагмы, именно, вообще нормальное дыхание, это дыхание животом. В норме. Вот, это, мне кажется, не все. Не знаю, да, не знаю. А легкая грудь, она подключаться должна только при активном движении, когда там не хватает воздуха. То есть, вот какие-то вот вещи дополнительные. А норма это движение живота. За счет того, что диафрагма движется. То есть, как бы, ничего сложного нет, но давайте на место вернемся. Уважаемые зрители, мне кажется, нужно сделать здесь акцент. А вы знали о том, что нужно дышать животом? Я, конечно, об этом слышала, но вот так, чтобы прям точно сделала замечание себе. И что очень важно, это будущее ребенка. То есть, лекарствами, опять-таки, вот дефицит кислорода, связанный с плохой именно работоспособностью, снижением, так сказать, активности движения диафрагмы, он ничем не лечится. Нет, ну подождите, но это вообще очень странно. Если это все зависит от мышцы и можно это развить, особенно в детстве, то для чего тогда эти лекарства и так далее? Давайте мы это все оставим для каких-то других случаях. Нет, лекарства, они необходимы как эффективная помощь. Нет, но это если ты заболел или что-то произошло. Вот я и говорю, оставим для этих случаев. Если можно поправить другими способами. Конечно, потому что лекарства, не надо бросаться на них и отменять, это неправильно. Лекарства очень хороши, как эффективная, быстрая помощь. Это однозначно. Вы озвучили то, что я имею в виду. А именно, чтобы восстановить полноценное дыхание легких, только один способ, единственный способ существует, это восстановить полноценное движение диафрагмы. Звучит-то как это, прям романтично даже. Ну да. И вот это простой способ, и он реально, так сказать, действительно решит проблему, связанную с глобальным дефицитом кислорода, который потом проявляется, опять-таки, и плохим развитием, и плохим, так сказать, психическим развитием, нарушениями интеллектуальных способностей. Естественно, если нет кислорода. Да, к сожалению, да. Отлично. Вот прям есть о чем задуматься, дорогие друзья. Все ли делают такие зарядки, гимнастики, не знаю. Ну, надеюсь, что вот после нашей встречи желание это появится. Ну, я вам предлагаю какой-нибудь еще такой пример для размышлений нам привести. Да, ну, третий такой яркий пример, который чаще, очень часто, к сожалению, встречается у детей именно, это нарушение осанки. Да, то есть, вот эти вот сутулости, эти искривления, плечо одно ниже, другое выше. Да, да. Это вот как бы живот вперед, вот так вот. Да, я вот встречаю. Очень много детей, очень много детей, и так, к сожалению, вот опять-таки, ко мне приходят пациенты. А торчащие лопатки тоже? Тоже, в том числе, так сказать, отсюда, это связано опять-таки с неправильным положением позвоночника. Да, это глобальное прямо. Это действительно, да, глобальное. Дело в том, что если эту проблему не решить в детстве, она перерастет уже в разрушение позвоночника, потому что у детей он еще формируется, все там эластичное, мягкое, так сказать, все можно поправить простыми упражнениями совершенно. А до какого возраста можно поправить? Ну, в принципе, где-то лет до 15, 14-15 лет, это как бы очень просто все происходит. Дальше уже это уже сложнее, 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 потому что, ну, там... Ну, так как сейчас мы говорим о детях от 3 до 7 лет, то здесь вообще, да? Да, очень просто, и это, скажем, очень эффективно. И просто эффективно. Ничего сложного нет. Давайте я вот еще раз покажу на вас, как это сделать. Я согласна. Хорошо, давайте. Так. Вы подходите к стене. Подхожу. И здесь все очень просто. То есть вы ставите ребенка к стене. Так. Значит, вот спокойно, руки опущены, но вы контролируете. Во-первых, чтобы икры, икры, они касались стены. То есть надо полностью прям пяточки подошли. Это все вместе, на ски чуть разведены. Вот. Икры прижимаются, вы контролируете, прижимаются к стене. Прижимаются ягодицы к стене. Вот таз, ягодицы. Прижимаются плечи. Плечи прижимаются, да. И хорошенько, вот и головой прижимается ребенок к стене. А руки прижимаете тоже к стене. Так. И говорите ребенку, чтобы вот это, контролируете его положение, чтобы он как бы весь вдавливался в стену. Кто сильнее. Да, кто сильнее. но контролируйте чтобы у него все эти точки именно соприкосновения икры ягодицы лопатки и плечи и затылок они все так сказать плотно прилегали синие и вдавливайся в стену как бы дави на нее и считаете опять таки до 15 и 1 и 2 и 3 4 потом делать небольшой перерыв расслабились мышцы привыкают к этому положению правильно да вы создаете именно правильное положение и позвоночника и и дело то что есть действительно мышечная память формируется и потом вы просто повторяете небольшой перерыв отдохнули точно так же опять руки опустили игры прижимаете ягодицы плотно прижаты плечи прижаты вот так и зацелок и руки прижали руки прижали хорошо пройди сквозь стену да да и считаете до 15 точно так исчезаете и потом расслабляет и вот так сделаете вот три но 35 повторов зависимости не менее 3 это простое упражнение и она отлично формирует осанку и вот с этой с этой скрым и на прямой спиной с прямой спиной грудь вперед нога от бедра летящая походка да вас все любить будут ваших детей и вас и ваших детей будут любить всем нравится человек который несет себя по жизни с прямой спиной с красивой а вот обратите внимание на улице просто вот раз вот все идут когда видишь красивого парня или девушку или мужчину женщину и пусть этими людьми будут ваши деньги поэтому я уверен что вот эти вот простые упражнения реальные которые мы сегодня в общем-то разучили с вами они действительно дорогие зрители помогут вам решить очень сложные проблемы которые к сожалению не решаются в общем-то но никакими медицинскими лекарствами никакими мероприятиями в медицине потому что это требует просто времени и это не быстро происходит но скажем однозначно вы занимаясь ребенком в течение минимум скажем там полугода вот все эти трудности связаны и с нарушением стояния шейных позвонков и скажем с дефицитом именно активности диафрагмы и с нарушением осанки вы решите в зависимости от того вот николай васильевич мне кажется это просто нужно взять в привычку мы же зубы чистим чтобы зубы были здоровыми крепкими почему бы хотя бы эти упражнения не запомните не делать их великолепно да это как именно такая физическая гигиена скажем именно она действительно необходима для того чтобы создался и вырос именно полноценный здоровый человек возьмите ответственность свои руки спасибо вам большое спасибо дорогие зрители до встречи я еще раз хочу вам напомнить что вы можете добавляться в друзья или писать ваши комментарии даже после того как мы закончим нашу встречу мы будем очень рады видеть ваши вопросы и давать на них ответы и я добавлю вот под наши это сказать окно нашего мероприятия где вы видите вебинарное окно то сказать или в ю тубе внизу там имеется небольшая небольшое окошко это консультация да то есть вы вполне можете нажать на это слово и выйдет форма специальная где-то сказать укажите свои там общие доступные данные да и таким образом это будет обращение за консультацией ко мне и все люди которые просмотрели наш вебинар сегодня или в записи они получат совершенно бесплатную консультацию лично от меня я думаю что это отличная идея потому что николай васильевич обладает огромным опытом и знаниями и я бы хотела напомнить что следующий четверг мы ждем вас на следующую нашу встречу которая будет посвящена сну и тема будет наша встреча сонное царство мы поговорим о сне и о всем что с ним связано очень важен николай васильевич интересные факты тоже приверег для вас спасибо и всего доброго до встречи до встречи субтитры создавал DimaTorzok димаTorzok 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 Продолжение следует... Спасибо, дорогие друзья! Очень много информации, много интересного. Я хочу обратиться к вам, дорогие из наших зрителей. Пожалуйста, присылайте ваши просьбы, ваши пожелания, ваши вопросы. И пока есть такая возможность, что есть доктор, который отвечает бесплатно нам на вопросы, мы должны её использовать. Спасибо вам большое! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok